Новые ММО это то, что мы с вами безусловно любим и хотим видеть как можно чаще. Поэтому выход в ранний доступ ММО, за который к тому же мы следили, это отличный повод сделать видео. Тем более новостей про ММО Wayfinder от Aership Syndicate за последнее время набежало прилично. Ну а учитывая то, что поиграть в неё бесплатно вообще не вариант, по крайней мере пока стоит в очередной раз задаться сакраментальным вопросом, стоит или не стоит. К слову, на момент написания сценария игра должна выйти в Steam в 20.00 по МСК 17 августа. И если вы смотрите это видео, а она ещё не вышла, значит что-то пошло не так. Не забываем подписываться на канал, в том числе на наш ВК по ссылке в описании. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мы начинаем. В последнее время спрос на нестареющую классику жанра ММО и РПГ растёт прямо на глазах. Касается это и так называемых фришардов, зачастую предлагающих пользователям те самые версии любимой игры, которых днём с огнём на официальных серверах не сыщешь. А поэтому знакомьтесь, сервер FreeBNS. Классическая версия той самой Blade & Soul с развитием геймплейных механик в сторону корейской версии игры 2013-14 годов. Никаких ресурсов, влияющих на развитие персонажей в донат-магазине, аукцион, золото и донат-валюты, постепенное добавление контента, сезонных ивентов, а также PvP-турнир каждые три месяца. Помимо этого в наличии классические подземелья, старая система умений, фракционные PvP, арены, ивенты крафт-гильдии, продвинутый хай-энд-контент и многое другое. Сервер FreeBNS это реальная возможность кайфануть от Blade & Soul, как в старые добрые времена. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Итак, для начала наш традиционный ликбез для тех, кто вообще ни сном, ни духом. Всем остальным напоминаю, что в описании и закрепленном комментарии есть тайм-коды. Начиналось все на мероприятии The Game Awards 2022, где ребята из Airship Syndicate совместно с Digital Extremes, это создатели Warframe, если вы не в курсе, и здесь они выступают в качестве издателя, анонсировали новый проект в фэнтезийном сеттинге под названием Wayfinder. Чуть позже оказалось, что это не больше, не меньше новое ММО. Причем выйти это ММО должна уже весной 2023 года, и справедливости ради она действительно пыталась, но не вышла. Тем не менее, разработчики довольно охотно делились подробностями о проекте. Так мы узнали, что Wayfinder это совершенно новая и оригинальная игра от Airship Syndicate про персонажей. Мы будем выбирать из множества героев, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и способностями. И все эти способности в лучших традициях жанра нам нужно будет использовать в сражении со злом, стремящимся разрушить игровой мир. Цитирую. Исследуйте подземелья, охотьтесь на зверей и сражайтесь с врагами вместе с друзьями, чтобы собрать материалы для изготовления оружия, жилья, аксессуаров и многого другого, что будет иметь первостепенное значение для усиления вашего персонажа и сражения с мраком. Мрак, понятное дело, это главная бяка нового тайтла. Собственно с ней, а вернее с ним и придется сражаться, потому что как часто бывает в подобного рода играх, вся надежда исключительно на нас. Чтобы остановить разрушительное распространение мрака, нам придется искать себе приключения на пятую точку в специальных областях, называемых затерянными зонами. По сути это рандомно сгенерированные инстансы, рассчитанные на прохождение несколькими участниками. Настраиваться они будут посредством так называемого сумрачного кинжала с помощью мутаторов. Эти мутаторы могут определять врагов, с которыми мы столкнемся, материалы для крафта, которые можно собрать и многое другое. При этом остается место и для вышеупомянутого рандома. В данжах также будут действовать собственные улучшения, модификации вражеского урона и опасности. Я еще в первом ролике упоминал, что выглядит это все как ядерное сочетание The Division с ее темными зонами и какой-нибудь New World с мутаторами экспедиций. Сами же разработчики утверждают, что вдохновлялись такими играми, как World of Warcraft, Warframe, Destiny и Skyrim. Ну а в плане визуала, который здесь, скажем прямо, не самый типичный, сериалом Аркейн, фильмом Человек-паук через вселенные и целой кучей аниме. Игра, к слову, базируется на движке Unreal Engine 4, но если мне не изменяет память, разработчики грозились в дальнейшем перекатиться на пятую версию. Ну а нам я предлагаю прямо сейчас перекатиться непосредственно к раннему доступу, а вернее подробностям этого самого раннего доступа. Как я уже упоминал, ранний доступ в Wayfinder должен стартовать в 20.00 по МСК 17 августа. И если вы нашли ее в Steam, а там все еще нет кнопки играть, значит либо что-то пошло не по плану, либо вы просто не приобрели один из наборов основателей, которые гарантируют доступ в игру. Минимальный обойдется в 649 рублей, максимальный в 4849. Отличаются они, разумеется, всевозможными допами, в виде количества рунического серебра, это такая валюта для покупки скинов, наличием либо отсутствием жетонов для разблокировки персонажей, наборами различной косметики и допусками к первому и второму сезонам. Да, разработчики планируют, что Wayfinder пробудет в раннем доступе примерно 6 месяцев, и за это время в игре пройдет 2 сезона. Причем на релизе проект обещает быть условно бесплатным, так что уникальная возможность занести разработчикам денег и получить за это что-нибудь интересное, блин, хотел сказать, есть только сейчас, но на самом деле уверен, разработчики и дальше будут зарабатывать на паках косметики. Сейчас же за уникальный героический образ Kairos придется отворить почти 5000. Действовать наборы будут до окончания раннего доступа, а предметы выдадут игроку либо сразу после покупки, либо после достижения определенного уровня прогресса в игре. Так что если вы чего-то не получили, то не паникуйте. Также стоит отметить, что Wayfinder это кроссплатформенный проект, но не спешите закрывать видео. Эти две платформы ПК и консоли, никакой мобильщины. Так вот, версия для ПК, как я уже сообщил, выходит 17 августа в 20.00 по МСК, в то время как версия для PlayStation 4.5, цитирую, вскоре после этого. Изначально, естественно, планировался совместный старт, и вот здесь как раз-таки что-то пошло не так, и разработчики решили лишний раз не рисковать, перенеся старт консольной версии на попозже. При этом в будущем Boyfinder будет поддерживать кроссплей и кросспрогресс, однако доступ, чтобы вы понимали, каждая из платформ приобретается отдельно. Что в общем-то логично, но мало ли, вдруг для кого-то это окажется сюрпризом, и он, приобретя игру в Steam, будет недоумевать, почему она недоступна на плойке. Руническое серебро, валюта которой, как я уже говорил, можно оплачивать всяческие скины, брелки, эмоции, амулеты, предметы для дома и домашних животных, тоже покупается отдельно для каждой платформы. А вот купленные предметы будут доступны в игре вне зависимости от того, через какую платформу вы логинитесь. Еще одна, на мой взгляд, исключительно положительная новость, и заключается в том, что вайпов, то есть обнуления прогресса, после раннего доступа не будет. И это определенно аргумент в пользу того, чтобы начать играть. Но давайте не будем торопиться, и для начала посмотрим, во что нам предлагают сыграть. Итак, на старте раннего доступа игра предлагает 6 больших локаций, 6 героев, 17 видов оружия, сюжетные квесты, аренду квартир и многочисленные декоративные вещи. Не очень хорошая новость заключается в том, что гильдии и рейды завезут когда-нибудь попозже. Насколько я понимаю, сильно попозже. Потому как во время сезонов большие обновления вроде как выходить не будут, соответственно, вероятнее всего придется ждать до релиза. То же, к слову, касается и системы пробуждения героев с архетипами. Они появятся либо во втором сезоне, либо на релизе игры. Кроме этого, разработчики переработали классическую систему боевых пропусков. Каждый сезон в игре будет появляться наградная башня, в которой необходимо выполнять задания для получения награды. В случае покупки доступа к башне, она становится доступной навсегда, а не только во время конкретного сезона. То есть, даже если вы не успели пройти все задания и получить все награды, у вас всегда будет возможность сделать это позднее. При этом, как замеряют сами разработчики, абсолютно весь игровой контент Wayfinder можно будет получить внутриигровыми способами. А вот русского языка в списке 11 поддерживаемых, к сожалению, не наблюдается. Но, вроде как, ограничений для России никаких нет, хоть разработчики и упоминали о соблюдении санкций. Не стоит забывать, что ранний доступ — это все-таки неполноценная версия игры. Здесь разработчики больше рассчитывают получить некоторый фидбэк от пользователей по боевой системе, прогрессу персонажей и оружия, передвижению и взаимодействию с миром. И когда вот с этим будет тип-топ, можно будет сфокусироваться на расширении контента, то есть на введении новых локаций, новых героев, новых квестов, нового оружия и вот этого всего. Обещают в ближайшее время опубликовать дорожную карту, в которой все в подробностях распишут. Если же вас интересует мое мнение, то, на мой взгляд, ранний доступ — это всегда своеобразный код в мешке. По сути, ты платишь не за игру, а за доступ к какому-то незавершенному продукту, где будешь выступать в роли этакого платного бета-тестера. Проблема заключается в том, что это не тебе будут оплачивать жопа-часы, а ты платишь за возможность поучаствовать в тесте. И это, разумеется, исключительно добровольная инициатива. Что же касается непосредственно WoW Finder, и МХА, здесь разработчики настроены серьезно, у них весьма серьезный и отлично зарекомендовавший себе издатель. Так что, если у вас появилось желание поддержать проект одновременно с этим, пощупав новую ММО, то в условиях жесточайшего безрыбья — это не такая уж и плохая идея. Тем более, каких-то сумасшедших денег с нас за это не просят. Можно ограничиться самым дешевым набором за 650 рублей. Если мне ключ не дадут, а чтобы вы понимали, на тесты меня не пустили, то я собираюсь немножечко раскошелиться и познакомиться с WoW Finder поближе. О результатах вам в дальнейшем, конечно же, сообщу, потому что, как известно, мы держим руку на пульсе, а вас в курсе. И у меня прямо сейчас готов для вас быстрый апдейт, ребятки. Игра действительно стартанула, но назвать это удачным стартом язык не поворачивается. Многие, я бы даже сказал большинство, кто на текущем этапе приобрел игру, так и не смог в нее тупо попасть, не говоря уже про то, чтобы поиграть. Дальше логина дела не идет даже с утра, спустя уже много часов после так называемого старта. И понятное дело, что это запуск проекта, понятное дело, мы уже видели миллион подобных, извините за выражение, апсеров, и даже понятно, что починят рано или поздно. Тем не менее, разработчики специально переносили старт на пару дней, чтобы избежать вот таких вот неприятных ситуевен. Но так и не смогли их избежать. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Это печально, и это очень сильно портит первое впечатление об игре. В общем, имейте все это в виду перед покупкой Wayfinder. Если, конечно, все еще собираетесь ее приобрести. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Маддлер, это портал Гохару. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok